Депутат Магаданской городской думы по 9 округу Рафаэль Фатыхов провел встречу с жителями улицы Кольцевой. Темой собрания стало обсуждение планов благоустройства придомовых территорий в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Программа состоит из двух частей, первая из которых для жильцов абсолютно бесплатна. В нее входят установка нового освещения, асфальтирование, водоотведение, а также установка лавочек и урн около каждого из подъездов. От жителей на данном этапе требуется только согласие. Мы провели формат очного собрания голосования и розданы в тему были протоколы, где они увидят список вопросов и высказят свою позицию. Далее мы пойдем, как в процессе будет заочное голосование, подойдем к каждому собственнику жилья, где у них будет возможность ознакомиться с данным проектом и выразить свое согласие или несогласие. И каждый дом будет голосовать отдельно. На начальном этапе для реализации программы за нее должны проголосовать две трети от собственников квартир каждого из жилых домов. В процентном соотношении это 67,7. Однако активистов не так много, а среди пришедших на встречу нашлось немало скептиков. Рафаэль Фатыхов создает инициативную группу из числа жильцов микрорайона, которая будет знакомить соседей с возможностями благоустройства во дворах. Есть вторая ступень данного проекта, в рамках которой возможно реализовать пожелания граждан в рамках улучшения жилищных условий на территории микрорайона. В этом случае 20% от стоимости проектно-сметной документации они должны будут вложить сами. Сейчас речь идет о реализации первого этапа. Для этого необходимо собрать подписи жильцов, сформировать пакет документов и направить его в департамент САТЭК. По словам депутата, при удачном стечении обстоятельств на следующий год будет составлен проект благоустройства по предварительному согласованию с жителями микрорайона. А его реализация стартует не ранее, чем в 2022 году.